ну видимо пока не слышно а сложно но хорошо давайте сейчас подождем может кто-то еще подкручится здравствуйте добрый вечер здравствуйте я присоединилась только убегала у нас что-то а лаза сегодня не будет а вот пролива не помню будет или нет сегодня и елизавета тоже не помню будет или нет ну посмотрим что у нас с вами получится давайте еще немножко подождем минуту две-три и тогда начнем я сейчас подойду не теряйте меня и Продолжение следует... 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 потом не обращать внимание что тут есть и так значит смотреть на прошлом занятии мы с вами посмотрели на делегат который мог там что-то делать и как-то связываться и посмотрели на интерфейс который тоже что-то у нас мог делать посмотрели как будет работать делегата интерфейс если нам нужно там добавлять несколько разных действий что для делегата нам придется создавать несколько несколько экземпляров делегата а для интерфейса ничего этого делать не надо один экземпляр интерфейса создать и в нем вызывать определенные методы верно все так было или я уже что-то ладно было так было было так хорошо теперь глядите я сейчас возьму добавлю сюда какой-то класс который будет себе содержать делегат и покажу чем делегат будет отличаться от эвенда покажу короткую записи покажу полную запись тест и так что это у нас с вами будет за класс такой здесь внутри будет находиться давайте я сделаю публично неважно пабликом паблик экшен я думаю вы помните да и экшен который может например там принимать стринг и я его по привычке назову таким такой переменную логу далее далее давайте здесь создадим какой-то метод который будет у нас там вызывать этот или тоже пускай будет публичный войну ски ну он тут что-то у нас внутри будет делать по сути его действие это только одно мы обращаемся к логу спасительный знак . и какой там сообщение неважно какое данном случае пускай будет сообщение тест нет давайте чтобы не было проще с этим я вот так что давайте в программе проверим как это будет работать так создаем экземпляр класса тест теперь нам необходимо к тест . лог добавить какое-то что добавить функцию метода который будет связываться который будет вызываться в тот момент когда мы его здесь вот попадем то есть я сейчас пока вот эту беру создаем здесь некий метод это должен быть той же сигнатуры что и экшен стринг что и наш лог давай доска принимающий стринг качестве аргумент зову его как принца стринг о чай тому слову паблик не нравится выбираем а вот сюда вот так вот кстати да может быть этой мне не нравится дальше здесь внутри но я буду с консолью взаимодействовать и специально буду использовать другой цвет я думаю понятен посыл надеюсь что понятен проводить буду этот самый message но чтобы было поинтереснее за выводом следить у меня будет вот такая вот штука здесь будут квадратные скобочки и сюда вот этот месседж запихивать все готово теперь вот здесь пишу значит тест . лог равняется print все он его принял да без каких-то тут проблем и так далее мы привязались к нему ну а дальше я могу вызвать у теста . тест метод давайте запустимся и посмотрим что будет он у нас отработал с вами да то есть вот информирование у нас произошло это всем понятно как отработалась а где у нас само сообщение приходит единственное что вопрос месседж то а а отсюда вода да да ага понял все спасибо отсюда приходит сообщение которое попадает вот в этот метод который определен совершенно в другой области видимости в другом классе елизавета вы с нами так одну секунду прошу прощения смотрите будем надеяться что вам это понятно потому что дальше пойдет следующий момент важный а если я захочу что-то еще сделать да еще какой-то метод сюда запихнуть мне придется создать но здесь вот я сейчас создам еще один он также будет принимать стрейнг месседж но будет это делать записывать в файл значит здесь объявляю using using файл стрим writer да мы же будем записывать в какой-то файлик данном случае его назову вот так тест . волгу и мы будем использовать до запись то есть это это после этого я пишу файл точка в райт лайн и запихиваю сюда месседж но месседж у меня будет точно таким же как вот здесь записан закрывать мне не нужно потому что я использую слова юзин то есть мне не нужно делать файл . класс у меня сам закроется поток с этим файлом после того как завершится выполняться метод в рай потому что здесь стоит слово юзин переглядить я могу взять и подключить сюда вот этот тест . полка но теперь мне нужно писать плюс равно править не очень удобно сначала писать равно потом писать плюс равно ну как-то это как мне кажется выглядит немножко неправильно что мы должны проинициализировать потом мы должны добавить легко запутаться что вначале что потом проинициализировали нет и так далее как в таком случае можно поступить мы можем в классе тест спрятать вот эту переменную лог сделать ее приватной раз и создать специальный метод публичный паблик воидовский давайте назовем его хендлер вот так типа управлять не так назовем его это лог action и принимать он у нас будет action string давайте назовем action то есть что я делаю я создаю метод который будет принимать экземпляр делегата и этот экземпляр делегата будет присваивать вот этой переменной но в начале мы должны будем сделать проверку на нал если вот этот делегат окажется нулем налом точнее то мы произведем присваивание первое да инициализацию точнее а если он окажется уже не налом то мы произведем добавление через плюс равно вот как мы это сделаем если наш внутренний лог из то есть если он пустой то мы будем писать вот так равняется action . а иначе мы напишем лог плюс равно вот таким образом но такое в принципе обычно пишется это очень долго да вот это вот записи на длинная большая ее можно сократить до вот такой вот штуки но это неправильно да почему потому что нужно проинциализировать как-то вот этот вот он не может быть устрем либо мы должны его сделать там налом и так далее поэтому я вот здесь вот контроль зато возвращаясь назад и что делал а ему не нравится то что используется вот это выражение и знал да но мы давайте сейчас с вами проверим как это будет посмотрим правильно мы подумали так теперь мы не можем напрямую обращаться и глядеть что напишем тест . это лог экшен куда я могу передать метод print а потом давайте вот сейчас запустим и посмотрим как это будет работать а чтобы нам посмотреть как это будет работать я поставлю точку останова вот здесь и запущу в режиме дебага вот мы попали в этот момент если мы посмотрим сейчас в тесте лог является налом это вот как раз то что я и проверяю да дальше мне нужно попасть в этот этого экшен я в него погружаюсь далее мы проходимся проверки он проверяет лог и знал у нас лог является налом и он да он попадает в первый блок мы говорим что лог теперь будет равняться экшен а экшен у нас там чему-то равен значение которое мы там прописали нашему методу print видите правда из записи очень странная метода print но неважно и мы таким образом с вами хоп и выскакиваем из этого это лог экшен я не буду внутрь погружаться в тест хотя давайте погрузимся в тест метод и посмотрим как тест метод отрабатывает как вот здесь вот куда мы погрузимся мы я нажимаю step into и попадая в метод print видите и теперь я могу проходить по вот этим вещам и назад я возвращаюсь опять вот в тест метод а потом возвращаясь вот сюда вызов тест тест метода и наш программа завершается вот собственно говоря и вот что мы получили в качестве ответа как он будет там погружаться или не погружаться что будет происходить даже через дебаг пойду вот я попал я погружаюсь внутрь иду по проверке у меня первый экшен это у меня будет смотрим что это за экшен print вот видите print то есть тут мы можем увидеть какой метод мы с вами сюда привязали идем дальше проскочил следующий этап это лох экшен в райт давайте внутрь погружусь проходим и знал нет он теперь не знал и мы попадаем с вами в следующий вот это вот лох плюс экшен да добавится все как полагается да теперь у нас в экшене есть еще один делегат точнее есть еще один делегат делегат в логе точнее есть еще одна еще один метод ссылка на еще один метод который мы будем использовать вот собственно говоря мы с вами правильно прописали но нам же может потребоваться и удалить какой-то метод правильно для этого придется писать еще один метод так удалить это будет давайте напишем римов экшен так и принимать он должен опять же какой-то экшен который мы хотим удалить отсюда что мы для этого должны сделать ну так как мы скрыли переменную да нам нужно это сделать и мы должны будем проверить если наш давайте так писать пишем если у нас не на если в огне нау это мы сможем сделать удаление если угнал то мы никакое удаление делать не будем просто поэтому я пишу если он из простите из но то есть если в огне науна то только тогда мы пишем с вами лог минус равно наш экшен вот так мы это прописываем что он здесь может предложить сделать но он скажет сейчас взять и использовать вот такой минус равно но это неправильно не тот момент который нам здесь нужен мы должны проверить на не нау и выполнить это действие давайте проверим как это будет работать в первом случае я прям при только что созданном тесте я сейчас уберу точку установку вызову тест точка рим лог экшен и укажу здесь принт попытаюсь удалить когда еще у меня ничего не добавлен когда еще переменная внутренне переменная лога не проинициализирована стоп стоп точку останова и допажу нау погружаюсь внутрь вот сюда проверяю он мне говорит что нау да нау оп и мы проскакиваем весь наш ив и просто тупо выскакиваем отсюда что и требовалось доказать стоп теперь я захочу вот после добавления в райты или принты я хочу сделать удаление какого-то из этих методов тест точек remove all action ну пускай будет принт и также ставлю точку останова и запускаюсь в добаве хочу посмотреть удалит он у меня это или нет вот вот я попадаю сюда погружаемся внутрь и смотрим лог не является уже у меня пустым нау да он содержит себе метод не один а даже два метода видите сабскрайбер с подписчики вот два метода print и write да все так и есть проходим и сейчас он сделает удаление одного из методов вроде как сделал да как проверить да здесь же в зисе в лог заходим и он нам говорит что тут остался один в райт уже нету списка методов только один в райт и все окей значит так оно и будет теперь дальше и ошибок нету все нормально понятно как это работает или не очень да да в целом понятно как работает я хорошо слышно она да хорошо и так дальше смотрим что теперь мы с вами сможем сделать использовать вот такой вот подход где у нас с вами и от вот вот и для этих целей были придуманы и винты это не что иное как свойство для делегата помните что такое свойство для переменной переменной и у нас есть ец это мы описываем что должны делать при получении значений переменной или при установке при установке значения до перемен то же самое делается и в эвенте и так я вот этот шаштуку комментируем все закомментируем все закомментируем теперь смотрите не давайте вот здесь сделаю перед у меня есть приватный да я пишу паблик и винт экшен стринг и называю его как то вот так вот лог и видите он не говорит get set пожалуйста вот они только здесь он мне типа просто паблик экшен а мне нужен именно эвент он видите не создал не том не сделал я вот это убираю отсюда и хочет он не создавать и что же у меня вот здесь вот будет в этом логе здесь у меня будет это добавление где я буду говорить что я делаю что я делаю в добавлении я беру к нашей внутренней переменной должен буду делать как раз ту же самую проверку если у меня и знал то я инициализирую иначе я добавляю данные так контроль c трогая только здесь я не экшен пишу а в или да то свой свой особое слово которое встречается вот с этими свойствами а то есть то значение которое я указывал это одна часть а вторая часть у меня должна быть это римов я здесь должен указать что я буду делать при римове время римове я буду делать вот это если не нау то я буду римовить его в остальном случае я ничего не буду делать и опять же вместо экшена я пишу здесь вот так смотрите и мы с вами получили то же самое что вот здесь писали в двух методах только теперь в записи как будто это один что-то общее в такой запись получить и теперь мы можем обращаться не через методы а через вот это свойство точнее через этот который позволит нам подписываться или отписываться от какого-то метод или удалять из очереди да конечно а как он будет понимать что мы римов делаем или добавляем смотрите теперь как вот это будет у нас все работать это я тоже комментирую и так значит я беру пишу тест . лог плюс равно и указываю сюда тест точка лог тест точка лог плюс равно парит тест точка лог минус равно минус равно принт вот так он теперь это будет понимать причем написать просто вот тест точка лог равно принт я не могу он не знает он не может просто равняться за счет того что там используется методы и риму должны использовать плюс равно и минус равно вот что такое и винт это всего-навсего специальное свойство для делегата и все есть делегат и для него существует это римов ну и давайте последний случай напишем авто авто и винт до который это все так же примерно будет делать то есть я сейчас создаю раздам здесь еще один смотрите экшен также стриминг только назову не лог а инфо и и . запятай все больше здесь ничего писать не требуется вот 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 этот создание вот этого метода не нужно просто убираем отсюда все и теперь смотрите вот этот вот и винт с инфу я могу вот в этом где этот метод был меня в тест методе так и написать инфа точка инвок и что-то там написать на давайте тоже вот так то есть по сути примем то же самое никаких сверх естественных вещей здесь нет только мы в случае давайте да не создаем делегат а в случае обычного и винта мы создаем делегат это как в случае с обычным свойством из авто свойственно как и здесь то есть по сути делегат это свойство ой и винт это свойство для делегата Можно еще один вопрос? Да, конечно. А то, что мы его, собственно, создали ниже, чем вызываем, это нормально, да? Да, это нормально. Он же внутри класса, поэтому сначала создается экземпляр класса, а потом вызывается мен. Значит, экземпляр класс, когда создался, эти перемены уже есть. Спасибо. Вопросов нет, да, по этой части больше? Вроде понятно. Ну ладно. Идем тогда дальше. Теперь давайте я попробую вернуться к предыдущему примеру. Предыдущий пример я имею в виду на предыдущем занятии, какой он показывал. Я сейчас его заново запишу. Но немножечко переделаю. Сейчас увидите, что я буду делать. Итак, значит, этот тест я убираю. Давайте так, в тесте я пока все удаляю. У меня останется пустым. Я здесь создам... Ну, давайте, наверное, может, папку создам. Проект. Чего лучше делать. Нет, давайте, наверное, да, создам папочку. Директорию назову ее как... Значит, что в этой папочке у меня будет? Здесь будет в начале интерфейс. Чего ему с названием не нравится. Переименуйте. Почему? Чего-то ему название не нравится. Ну, ладно, пускай будет такой, а в лагентах не важно. И в прошлый раз я здесь создавал методы. А теперь я здесь попытаюсь... Делегат в интерфейс нельзя запихнуть. То есть, экземпляр, просто делегат и экшен-стринг. Там, например, написать его. А, паблик класс, понятно, паблик интерфейс. Вот так. Нельзя. Нельзя сюда запихнуть делегат, просто. А если я пропишу здесь слово event, то можно. Он мне скажет, что отлично. У нас с вами есть здесь такой вот делегат. Точнее, event, простите. Я сюда сейчас запихну несколько таких event. И инфа. Error. И success. Вот так. Тут же внутри этого создам класс. Уже, собственно говоря, этот класс пускай будет у меня. Концоль. И вот в этом классе, локту-концоль, я буду наследоваться от i-login. Соответственно, я должен буду реализовать эти все три event. Как я их могу реализовать? Да очень просто. Создаю сюда конструктор. Ага, видите, конструктор пускай. Они публичные оказались у меня эти event. Ну, о, потому что интерфейсе, паблики прописаны. Что, в принципе, должно быть. В конструкторе я могу передать там три этих аргумента. Могу их, как бы, не передавать. Вот у меня есть здесь эти штуки, есть. Хорошо. Теперь, глядите, как мы в тесте поступим. Тест, я помещаю в приватную переменную private i-login. Назову это как logo. Делаем конструктор, который будет принимать у нас этот i-login. Вот так прописываем. И дальше здесь создаем тестовый метод. Тест. В нем я теперь как захочу, так и могу обращаться. То есть, я беру лог, точка, и вызывать какой-то action, который мне требуется. То есть, использовать event. Например, возьмем info. Просто так нельзя. Значит, мы должны попросить знак, точка. И не могу. То есть, я не могу просто вызвать, да, инфу, и сюда что-то поместить. Или могу. Ну, что такое? Он у меня, смотрите. К чему-то ругается. Давайте посмотрим, что ему не так. Что за ошибку он нам выдает. Он говорит, что event info can only upper on the left hand side плюс или минус равно. То есть, я не могу просто так его вызвать. У меня не работает в этот момент ни точка, инвок, ничего. То есть, я должен здесь, вот плюс равно я могу написать. Но это же не так. Мне же нужно сюда не плюс равно что-то писать, да, и так далее. А вызывать этот action, да, вот который у меня, точнее, event, который у меня здесь создан. Вот она, инфа. Хм, интересно, а как же быть, да, что делать в этой ситуации? Так, интересно. Как поступить? То есть, мы экземпляр-то создали. Но мы, получается, он не знает, как их вызывать и так далее. Что можно придумать? А можно взять его в окту консоли, создать метод. Публичный, паблик, point, on, info, который принимает стринг-месседж. И воспроизводит нам этот инфа. А вот тут в опросительный знак точка в инвок мы попадаем. Передаем этот самый месседж. И вот таких вот on, info, и так далее у нас здесь может быть on, info, on, error, и on, success. У нас их может быть много. Вот давайте их сейчас и, собственно говоря, реализуем. Но у нас же есть экшены, есть какие-то методы. Может быть их стоит вот сюда в интерфейс запихнуть. Давайте попробуем. Паблик, point, час, on, info, и принимает стринг-месседж. Но мы не можем здесь метод реализовывать. А нам, по сути, нужно написать какую-то абстракцию, которая бы имела заранее определенные вещи. И мы только там придумывали, что на самом деле нам использовать. Ну, давайте сделаем вот так. То есть вот пускай будет интерфейс iLogging. Пока пускай будет вот как есть. Тут мы ничего не можем. В охту консоли, ну, есть event. Но вызвать мы его в тесте просто так не можем. Зато мы здесь можем написать методы on, info, on, error, и on, success. Я сейчас вот возьму и, собственно говоря, выберу шоу. Здесь, соответственно, будет. И следующий будет on, success. Ну, и здесь этот success будет. Вот так. Готово. А теперь в тесте, там, где мне в тест-методе нужно писать, я не буду писать никакие плюс равно. Я здесь буду писать. log-точек, он. А, нету. Почему нету? А потому что этих методов на самом деле нет в интерфейсе iLogging. В интерфейсе есть только action. Хорошо. Если я напишу вот так, смотрите, вон, точка, info, плюс равно. Оставлю сюда какую-нибудь вот такую вот заглушку. Не важно, что это. Я смогу дальше вызвать его? Например, вот в чем я там был? Info, да? И invoke все равно нет. То есть я не могу так вызывать. Значит, мне нужно каким-то образом использовать методы, которые я вот здесь написал. Либо создавать в интерфейсе это, либо использовать абстрактный класс, который от интерфейса наследуется. Тогда log-to-концов будет наследоваться от абстрактного класса. Ну, давайте попробуем сделать абстрактный класс. Создаем его. Называем abstractLogging. Нет, давайте abstractLogging. И вот этот abstractLogging будет наследоваться от iLogging. Раз он от него наследует, то все ивенты здесь будут. И сюда я добавляю вот эти вот методы, точнее, простите, методы я вам забыл. Вот они у меня прописаны. Видите, вот они. Info, error on success. Отлично, готов. А log-to-концов будет наследоваться от abstractLogging. Мне тогда вот эти вещи не нужны будут. Но мне здесь нужен будет что-то, что я мог бы присвоить вот этим самым абстрактным вещам. да, вот этому вот. Раз, два и так далее. То есть... И что я здесь понаделал? Как вы думаете? Вот, хорошо, я наследуюсь от abstractLogging. В абстрактном логинге у меня определены вот такие вот методы. Вот они. Эти методы вызывают какие-то ивенты. Но мне ивенты нужно с чем-то сравнить. Правильно, да, что-то с ними сделать. То есть вот этот abstractLogging это у меня какая-то некая абстрактная вызов. Но мне нужно будет в log-to-концовале не наследоваться от abstractLogging, а использовать внутри себя этот самый abstractLogging. чтобы можно было вызывать вот этим вот вещам, присвоить какие-то значения и вызывать вот эти вот он, он, он и так далее. Замудренно получается. Смотрите. Private Wait Abstract Ой, какой будет, простите. private abstractLogging логинг в конструкторе. Я его никак не объявляю ничего, потому что он пустой, да. Нам нужно будет этот логинг проинициализировать его в abstractLogging. И здесь у меня будут некие методы, которые я потом возьму и присвою вот этим вот экземпляром логинга для выполнения. Наверное, я пока думаю, что может быть я все правильно делаю. Сейчас посмотрим. У меня будет приватный метод в Войду. Назову я его как раз print, который принимает стринг и console. color ну и в этом методе я буду использовать вот этот вот консоль точек foreground color какой-нибудь здесь цвет color простите и там что-то я вывожу в консоль write line message и console хорошо записал теперь я создаю методы, которые у меня будут там что-то писать бренд print от выпуска публичных паблик avoid print который принимает message ну и здесь я соответственно внутри вызываю внутренний метод print куда передаем message и цвет например зеленый вот так пускай будет а дальше мне нужно каким-то образом связать то что у меня находится вот здесь приватный перемен с тем что я вот сейчас создам методы хорошо я свяжу это с приватной переменной у меня есть приватный переменной вот logging в которой есть что-то ну logging точка info плюс равно наш внутренний метод print он просит сюда стринг прописать принт принт привязался но теперь когда я захочу использовать мой лог ту консоль внутри того же самого тест мне проще будет использовать ну короче я просто напросто непонятно во что попадаю я сам себе усложнил работу я кучу всего понадобавлял но напрямую я это никак вызвать не могу то есть я буду вот что я буду вызывать print info или как мне получить доступ к вот этому логингу я тогда могу здесь создать как публичную перемену паблик соответственно переименовать нам вот так переименовал и теперь тогда вот здесь не а и логинг вызывать а экземпляр абстракта логинга а я абстракта логинга не могу потому что абстракта логинга это просто вот ни о чем я же не смогу тогда сюда передать экземпляр лог-то консол короче сам себя запутал поэтому у меня такой к вам момент смотрите когда мы с вами начинаем что-то делать вот мы хотим использовать интерфейсы и в интерфейсах мы хотим использовать ивенты значит там классик который будет у нас этот интерфейс наследовать мы должны использовать каким-то образом их инициализировать это раз а второе если мы будем использовать наш интерфейс то мы не сможем в нем вызывать непосредственно наш метод наши event еще раз смотрите только через плюс равно что-то сюда добавлять а чтобы его вызвать где-то для этого нам придется как-то по-другому работать мы хотели это сделать вот таким образом использовать методы можно было в авто консоли занаследоваться абстракт логин тогда вот это нам не требуется в конструкторе в конструкторе объясню что мы будем делать вот у нас есть принт вот у нас есть здесь принт инфа там еще какой-нибудь пускай будет но тоже не подходит как я привяжусь хорошо я пишу в конструкторе там инфа тут равно вот так сделал я это в тесте то что мне писать у айвогинга нет возможности этого вызова писать здесь абстракт логинга тогда вот здесь тоже нужно писать абстракт логинга да вроде работает вот это убираем тогда здесь я могу написать точка и какой метод и я могу вызвать как вот их два метода onerror oninfo onsaccess oninfo например и сюда передать какой-нибудь месседж name of ну такая будет тест нет давайте проверим так ли это будет работать или нет теперь глядите это все убирается это я сейчас тоже все уберу уже вот эти принты тоже перенес в другое место значит теперь тест мы должны что-то записать не например вот у концов вот так и теперь когда будет вызываться тест метод будет срабатывать ровно то что нам нужно давайте посмотрим ставлю точку останов запускаем деба сейчас погружаемся внутрь тест метода попадаем в oninfo и в oninfo я тоже погружаюсь что здесь будет oninfo делать вот этот инфа и так далее да вот он будет здесь месседж и тому подобное выводить нам важно знать что из себя этот инфа представляет давайте посмотрим а тут он нам говорит что тут ничего нету можно попробовать внутрь поместиться и оказывается мы поместимся с вами на print инфа на метод который вот мы определили в lock to консоли который вот абстрактного логирования у нас с вами добавился вот как-то так и теперь мы сможем выводить это все на экран в нужном нам цвете и так далее сейчас я столкнусь единственный момент нам не нужно из вот этого lock to консол иметь доступ к этому print его нужно сделать приватным методом потому что он только привязывается к экземпляру эвента экземпляру делегат и в принципе можем дальше так и работать сейчас он нам предложит сделать статиком какой-то метод и print инфа тоже можно сделать статиком и тогда нормально в инфа будет инициализироваться статические методы все нормально будет работать ну и чтобы совсем было интереснее мы можем абстракт логинг сделать не просто как класс а как абстракт разница никакая но нормально то есть мы используем кучу разных с вами вещей и интерфейс и абстракт класс в тесте мы говорим что мы внутрь помещаем приватный экземпляр абстракт нова класс и этот приватный экземпляр абстракт нова класса будет инициализироваться любым наследником от абстракт нова класса и где надо мы будем вызывать метод он инфа который метод он будет обращаться к абстракту к вот этому он инфа где будет вызываться эвент и будет что-то ему передаваться какой-то месседж он будет выполнять а этот инфа будет браться в зависимости от какой-то конкретной реализации будь то лох то консоль например где мы пропишем что инфа прибирает к себе приватную статический метод принт инфа или там например еще что-то с методами на прошлом занятии было проще да наверное да а можно вопрос интерфейс так много и запутан а через класс легче проще даже через интерфейс было на прошлом занятии проще в пятницу то что делали здесь это просто через интерфейс который содержит внутри себя а если мы просто делали через класс то было бы проще намного проще а лучше наверное вот как мы на прошлом занятии делали мне тот вариант ближе когда мы создавали интерфейс в нем создавали описывали методы потом наследовались этот интерфейс реализовывали эти методы вот это мне было более проще потому что не надо было раздувать ничем специально что-то сверх есть метод мы знаем что это метод логирования и он там логирует информирование простое и мы уже реализуем что это будет файлик записываться по почте отправляться на консоль уводиться куда-то еще записываться и мы знаем что вызвав этот метод мы что-то куда-то залогируем какую-то информацию обычную это все а здесь нужно еще с экшенами эвентами другими методами потому что напрямую мы в итоге не можем вызывать и понеслось поехали ну это когда мы используем именно интерфейс правильно же я понимаю да этим интерфейс не нужен не просто в классе поэтому обработчик очень удобно использовать потому что можно все напрямую делать не настолько замудренно вот как сейчас мой интерфейс наверное да спасибо ну давайте ради примера я покажу как это будет вот я сейчас создам еще одну папочку просто вспомним прошлое занятие с вами это будет не логинг а логер и в этой папке я создам сейчас интерфейс ай а которым у меня будет три метода публичных инфа принимающий стринг месседж инфа эр и санкцис теперь реализуем здесь добавляем еще один класс уже да я его так и назову концов не обращайте внимание что он повторяется как вот здесь в логинге потому что тут логер концов в другом пространстве именно находится ай пугер нет не логинг вот так имплементирует также его содержимое все три метода создаю здесь приватный метод также будет принимать стринг но я его сейчас копирую простите да я его сейчас вот этот метод просто скопирую сюда добавлю только он даже может быть здесь статиком а тут если начну заводить не статиками его не буду делать вот так то здесь я буду писать принц сюда передавать месседж и цвет вот так здесь соответственно будет тоже что-то там принт месседж какой-нибудь цвет это у нас эра красным ну и последний сакцесс будет зеленым передаваться принт месседж и зеленым цветом будет печататься и теперь если захочу в тесте использовать что-то то смотрите это будет здесь так же правило и дом ли только ай логер назову вот так логер ну соответственно в конструкторе мне нужно будет сейчас я создам еще один конструктор сюда просто я хочу противопоставить друг другу вот он будет принимать это то его я и там где мне нужно я буду писать . например инфа тот же самый вот так и теперь мне не надо да видите все гораздо проще то есть создать наследника логера от ай логера гораздо проще вот я создаю реализую эти методы инфа и раз аксесс так как мне нужно и все нормально работает без каких-то там проблем подобных вещей даже статик я его могу объявить вот теперь если захочу еще добавить какой-то там клада я буду добавлять этот класс просто реализую методы и все мне не нужно придумывать как здесь было какой-то абстрактный класс которыми я делаю то же самое вот он инфа это вот просто вызов метода с передачи месседжа одном блок то консоли наследуюсь от абстрактного класса логин здесь нужно прием создавать то же самое в конструкторе указывать что я с чем связываю по-моему это излишне уже дело личная вещь которая особо мне кажется не всегда имеет нужное нам значение понятно ну видимо не очень ладно так какие-нибудь вопросы у вас есть у меня у меня нет у меня нет у меня нет у остальных у остальных ага ага у меня нет 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 так давайте наверно сделаем тогда так сейчас сделаем с вами перерыв в 10 минут то есть без 15 по вашему часу мы продолжим сейчас тогда будет перерыв а Продолжение следует... 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 Вот то, что последнее посмотрели, связанное с эвентами. Скорее всего, вас оно запутало, я прав? С интерфейсами, да? Да, интерфейс с эвентами запутал. Так. Отлично. Не отлично, я понял. Точнее, мне это понятно. Так. Так. Значит, такой к вам вопрос. У вас сейчас есть какие-то вопросы? А вот если уж интерфейсы мы сейчас проходим, может, посмотрим, что такое кавариантные интерфейсы. А что это такое? Не знаю. Что-то кавариантные какие-то интерфейсы есть с ключевым слоумаутом. Что это такое вообще? Для чего оно вообще нужно? С каким еще раз словом? Маунт? Аут. А, аут. Интерфейсы со словом аут? Да. А можете показать, где вы это... А я в метаните это все. Как раз после событий. Вот как раз там мы, когда с вами события уже проходили. В метаните. Я понял, понял. Ну вот я... А, я же вам не показываю, не расшариваю экран. Ага. А я сижу тут, кручу. Верчу. Так, значит, после событий... Там дальше немножечко... Да, вот они... Садись, да, вот кавариантность. Делегатов. Дальше, дальше немножечко. А вы как? Во-во-во. Вот это вот. Дальше кавариантность позволяет что-то делать. Ага. Делегату метода возвращает... Тип которого является производной... Это возвращаемого типа делегата. То есть, если возвращаемый тип делегата message, то у метода может быть в качестве возвращаемого типа класс email message. Смотрите. Например. Вот у нас есть класс message. Внутри него находится текст. В данном случае это свойство с одним только етом. Здесь находится message. В данном случае это метод, который принимает строку и устанавливает эту строку вот для этого текста. Кстати, очень интересно работает. И тут есть виртуальный метод print, который... Что-то они замудрились, да? Который позволяет нам использовать в write-line и печатать, собственно говоря, наше свойство текста. Есть email message, где вместо слова message печатается email. Ну, это для того, чтобы можно было преобразовать, да? Использовать, например, не концов в write-line, а еще что-то. То есть мы наследуем все от класса message и переопределяем email. То есть создаем специальный метод email message, который базируется на базовом. А, это конструктор. Фу, а я и думаю, что не так. Это конструктор. Все, простите. Это конструкторы. Где происходит установка? То есть вот это слово текст, вот это, точнее, не слово, а свойство, мы можем установить только один раз через конструктор. Вот, через конструктор. А потом мы только оттуда можем получать значение. И все. Для этого используется вот один ед. Как и здесь. Мы наследуемся. Это свойство текст мы не переопределяем. Создаем новый конструктор email message, который будет базироваться на базовом конструкторе. То есть будет делать ровно то же самое, что вот это. Единственное, мы переопределяем метод примен, где мы будем писать слово email и текст, который мы используем в конструкторе. Для SMS message тоже самое. Создали мы вот эту иерархию классов. Давайте представим с вами вот что. Так. А тут нет учет делегата, да? Не понял. Делегату с базовым типом передаем метод с произвольным типом. Где здесь делегата? Здесь у них делегат message builder. Интересно, куда они его взяли? А он внизу прописан. Внизу-внизу. Вот, внизу делегат. Прибить их мало за это, за то, что они его ниже прописали, а не сверху. Ну ладно. Значит, они создали свой делегат message builder. И этому делегату присвоили в write.email.message. Видите? А этот write.email.message является новым методом, который принимает стринг и возвращает нам экземпляр email message. Видите? New email message текст. То есть, в write.email.message возвращает нам экземпляр email messenger. Прикольно, да? Смотрите. Delegate message message builder. Что означает? Что вот этот message builder, это название делегата, будет принимать строку и возвращать в качестве результата экземпляр класса message. Вот он, этот наш класс message. Так, дальше смотрим. Мы берем и создаем экземпляр делегата. То есть, message builder, это экземпляр делегата message builder, который может принимать какой-то метод, который умеет возвращать нам экземпляр месседжа и в качестве аргумента принимать стринг. Смотрите, вот он метод. Мы в качестве аргумента принимаем стринг и возвращаем экземпляр месседжа. В данном случае мы возвращаем наследник от месседжа, email message. И теперь, когда мы будем с вами писать message.print, а перед этим мы с вами скажем, что вот этот вот месседж будет являться работой делегата message builder, то есть сборщиком или строителем. В данном случае они зачем-то сделали делегат через… Короче, мы вот в месседж запишем экземпляр класса email message через специальный метод message builder, который является не просто методом, а конструктором. Ой, делегатом, простите, делегатом, который возвращает нам новый экземпляр класс. Вот такая замудренная штука еще есть. И тогда вызов print будет печатать нам email hello, почему-то, потому что мы сказали, что в месседж билдере вот этот метод в write email message, который нам вернет email message. А то, что тут у нас родительский класс, ну и ничего страшного, он принимает себя все в дочерний класс. Это, на самом деле, не кавариантность делегата, потому что мы возвращаем просто дочерний класс от класса message, это обычное приведение типов. Получается. Для меня обычное приведение типов. То есть тут мы не делегатами наследуемся, а то, что они возвращают эти делегаты. Соответственно, здесь как с обычными методами. А контр-вариантность – это возможность присылать метод, параметр которого является более универсальным по отношению. А здесь используется вот что. Есть делегат void, email receiver, который может принимать email message. Но мы ему, этому email message, будем запихивать обычный message. Видите, в качестве receive message, мы принимаем просто message. Экземпляр класса message. И говорим, что email box будет принимать нам... Как они... Ладно. Будет email box, будет принимать receive message. А receive message – это метод, который вызывает метод print из месседжера, который он и принял. А email receiver – это делегат, который принимает email message. И мы можем в этом, в принципе, сюда передавать родительский класс, и никакой разницы не будем. А тут писать email message, и он будет принимать у нас с вами тот дочерний класс какой-то. На самом деле, очень сильно замудренный, не совсем понятно, зачем это применять и так далее. А вот дальше как раз идут ковариантные интерфейсы. Дальше, по-моему. Это обобщенные интерфейсы. Вот эту штуку давайте разберем. Да, вот эта штука нам может, в принципе, пригодиться. И вот здесь вот это слово out означает, что мы здесь будем указывать тот тип данных, который мы хотим вернуть. Но мы не знаем заранее, что это за тип данных будет. То есть он может принимать любой тип данных. И здесь, опять же, не важно, что это делегат. Здесь важно только вот эта вот часть. Что есть некое обобщение, или как я называю его типизация. Мы указываем, какой конкретный тип данных мы с вами работаем. Ну, давайте попробуем этот момент с вами. Значит, это все сделать. Итак, давайте попробуем разобрать обобщение по технологии. То есть попробуем с вами разобрать обобщение, что это такое, зачем они нам нужны. Просто с темой делегатов, дает по сути то же самое. Что in, что out. Ну, как бы так и было. Ладно. Итак, значит. Ну, давайте я создам какой-нибудь новый проект. Мы с вами в новом проекте посмотрим, что можно с этим сделать. Вот я создаю новый проект. Давайте тогда действительно разберем с вами тему обобщения. Потому что по ней тоже есть вопросы. Это стать нормальным. Итак, пока не трогаю программ. Значит, смотрите. Давайте представим, что мы хотим создать какой-то класс. Который будет, но мы не знаем, что именно он будет работать. Например, я хочу создать класс, который будет внутри себя содержать, ну, не знаю, данные определенного какого-то типа. В зависимости от того, что это будут за данные определенного типа, я там буду как-то работать. Давайте скажем так. Я хочу создать класс, состоящий из трех переменных. Внутренних трех переменных определенного типа. И хочу, чтобы я мог заполнять эти три переменных определенным порядком и определенным порядком их освобождать. То есть такой как бы аналог массива, но и только лишь из трех переменных. То есть он будет максимум иметь три значения. Такая вот абстракция. Давайте назовем его как какой-нибудь список коллекций назвать лучше. Ну, давайте три элемента назовем. Я не помню, как три по-английски будет. Сейчас переведу. Вот так назовем. Три элемента назовем. Окей. Значит, вот так будет называться наш класс. Три элемента. Ну, мы же не знаем, какой тип данных у нас здесь будет лежать в этих трех элементах, верно? Или знаем заранее? Нет, не знаем. Не знаем. Например, если я сделал int, то будет только int лежать. Но мне же, может быть, хочется, чтобы там не только int, а что-то другое лежало. Как это можно сделать? И вот для этих целей мы можем здесь указать тип данных, которые нам потребуются. Часто он обзывается буковкой t от слова type. И тогда я здесь говорю, что я создаю три перемена. Итак, это будет вам. Давайте с нижним подчеркиваем, она же приватная. Дальше. Правило, тти-ту и правило, тти-как там 3-то пишется. Три. Вот так не. Сейчас. Или так. О, да, три. Прикольно. Три. Вот у нас три перемена. У нас здесь может быть с вами конструктор, который может принимать эти три элемента сразу. А может ничего не принимать. То есть пускай будет... Что я делаю? Совсем чернулся. Да что мне? Конструктор, который может эти три элемента сразу принимать. Смотрите, t1, t2, t3. Вот он их сразу инициализирует. Может ничего не принимать. Например, давайте сделаем, что он может быть пустым. Вот так. То есть мы их тут ничем не обзываем и так далее. Далее. Нам нужны будут методы, которые могут, например, возвращать данные и забирать данные. То есть добавлять и убирать. Ну, например, пускай здесь будет метод, который нам будет возвращать элемент. И вот он сначала вернет нам первый элемент. Потом следующий вызов этого метода вернет нам второй элемент. Потом он вернет нам третий элемент. Что надо делать? Возвращать t. Далее. Ну, назовем его как op. Op. Это вроде как получилось. Ну, и как он должен нам возвращать? Он должен понимать, по какому из этих элементов он проскочит. По ванну, по ту или по три. То есть позицию должны знать здесь как-то. Верно? Вот. Давайте так напишем. Поп. Меня не совсем понимают. Так, а я вас. Ну, и, соответственно, таких методов у меня здесь будет три штуки. One, op, two. Понятное дело, что это что-то такое, может быть, показаться, как синтетическое. То есть искусственно придуманное. Но так оно на самом деле-то и есть. Я искусственно это все придумал. И, соответственно, давайте тогда сделаем так, что пустого у нас не будет конструктора. Мы обязаны будем создавать. Вот у нас есть с вами вот что-то такое. Вот мы написали. Пожалуйста. У нас есть общий какой-то непонятный для нас класс T и так далее. Как это будет работать? В программе. Мы берем, например, и начинаем создавать экземпляр переменной. Скайбурт. Скайбурт. Три элемента. Три элемента. И сюда мы должны указать любой тип данных. Вообще все равно, какой захотим. Можем указать какой-то свой тип данных. Можем указать инты. Можем указать стринги. Все равно сюда, в аргументы, мы должны передать эти три переменных сюда передать интовых. Либо заранее их создаем, либо здесь просто пишем назову значения. Например, вот так. Четыре, пять. Все. Он так тоже примет. Дальше он нам будет возвращать, когда будем использовать POP1, он нам будет вот этот тип данных возвращать. Да? Тип будет нам возвращаться. Ну, отлично. Пускай, собственно говоря, возвращается. Почему нет? Сейчас, одну секунду. Давайте вот так как-нибудь. Вот так. Вайнет. 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 И, например, T.POP1. Нам вернется какой тип данных. Инт. Да? Потому что вот здесь мы его указали. Вот это понятная штука. Понятно. Это получается, когда мы в самом классе прописываем просто T. Ну, то есть как бы T. То уже в программе мы можем любой тип данных. Просто вот, который нам нужен на данный момент. Да. Абсолютно верно. Теперь давайте немножко видоизменим наш здесь вот этот класс. Давайте представим, что мы можем принимать. Ну, давайте так, но вы лучше сделала класс сейчас. И пускай новый класс у меня будет какой-нибудь там... Давайте сделаем какой-нибудь там конвертер. Неважно. Конверт. Валюя. Класс называется. Конверт. Валюя. Что у нас в этом классе будет? Пускай так же здесь мы можем указывать какие-то типы данных, да? Но нам нужно будет несколько, то есть входящий указать и тот, который будет у нас как бы там в выходящем. Тип. Пускай здесь будет T. И, например, а потом будет T. Вот так я это прописываю. Ну, и здесь будет какой-нибудь один метод. Неважно какой. На самом деле сейчас это не судьба. Который будет у нас отдавать нам T. И out. Я называю его... Ну, давайте там. Tool. Конверт. Валюя. Топускай так называют. Да, принимать будет T. Вот так. In. Валя. Вот так пускай. Да, ну что тут будет? Тут будет... Я буду просто return-ить. Не знаю что. Можно все что угодно за return-ить, да? Давайте представим, что просто... С каким... Он просит мне указать какое-то значение. Да, и в него я допишу тебе... А, нет, так не получится, да? Пускай, кстати, не UTA, а вот пустой будет. Но мы не можем просто завернуть, смотреть. Он нам говорит, что добавьте new в type-параметр. И вот здесь вот создается какая-то новая штука. То есть если мы хотим возвращать новый экземпляр T. TOUT, мы должны прописать, где TOUT является, типа, возможностью использования конструктора. У этого класса TOUT. Если бы я не писал здесь new и TOUT, а просто бы написал бы что-то там, да? Вот эту вот переменную куда-то бы, где-то бы ее сделал бы и как-то вернул бы этот тип данных, то был бы все нормально. А так как я типа new использую, то мне придется прописывать еще вот такую дополнительную конструкцию. Ну и теперь так же в программе. Это получается как кусочек этих link-виз-опросов, что ли, в R? Нет, это не кусочек. Здесь R не из link-виз-опросов. А тут тоже так можно. Да, но смысл его очень похож на GDE. То есть он говорит, что мы принимаем обобщение TIN, TOUT, где TOUT обязан использоваться через конструктор. То есть для TOUT обязан использоваться конструктор. Ну вот у R я нигде не видела, вот когда мы так пишем. Да, мы никогда. Первый раз. Все верно, да. Так мы раньше никогда не писали. Абсолютно верно. Значит, если посмотреть на документацию, то R это ограничение универсального типа. То есть мы можем указывать, вот что R предлагает нам использовать. Ограничение могут задавать интерфейсы, базовые классы или требовать, чтобы универсальный тип был ссылочным типом, типом значения или неуправляемым типом, что-то такое. То есть мы можем указать, к чему вот этот T может относиться. То есть он может быть экземпляром какого-то интерфейса. Он может быть экземпляром какого-то базового типа. В данном случае E-NAM это абстрактный класс. Делегат тоже. Мы можем указать, что один обобщенный тип будет являться классом, а второй обобщенный тип обязан являться структурой. Мы таким образом указываем, что является либо ссылочным, либо значимым типом данных. Мы можем указать, например, что мы можем указать? Ой, короче, много чего. О, на самом деле. Мы можем сказать, что тип T не может быть нулем. То есть он не может иметь аналогское значение. Прописать можем. Можем сказать, что он может быть неуправляемым типом. Unmanaged. Но это... Ну его нафиг это ограничение использовать и так далее. Ограничение new сообщает компилятору, что все представленные аргументы типы должны иметь доступный конструктор без параметров. То есть мы говорим, что T должен быть экземпляром my comparable T и иметь конструктор без аргументов. Мы можем вот таким образом многие вещи прописывать. Ну, интересно, скажем так, идея. Идея на самом деле интересная. Можно ее попробовать как-то приобретать и так далее. То есть, ну, варианты использования вот эти вот, они... Сработают и так. Если мы посмотрим на делегат func... То здесь вот, смотрите, T1, T2, Tresult. Что это означает? Это означает, видите, int1, int2, out, Tresult. Вот он, видите? Public, delegate, Tresult. Func. Два входящих аргумента. И один исходящий тип результат. Вот он. Вот, пожалуйста, вся наша применимость. Вот то же самое, что там на метаните замудренно прописано. Вот пример этого функтора. Ну, или func. То есть, это указание здесь в качестве шаблонов какие-то типы. А дальше мы можем применять вот этот вот ковариантность и контрвариантность. Указывать более родительский класс в качестве аргумента или в качестве возвращаемого результата. В принципе, ничего здесь сверхъестественного такого и нет. Так, ясно, ладно. Я просто думаю, что бы вам такое показать, какой пример, чтобы вы увидели, как это работает. Так, там никто ничего не написал? Нет, никто ничего не написал больше. Фух. Давайте вот, смотрите. Я сейчас удалю вот эти вот все вещи. И сколько у нас там? Час, но надеюсь, я успею все. Точнее, я должен успеть все это сделать, вам показать. Ничего сложного там не будет. Значит, глядите. Я сейчас создам здесь некую папочку. И эта папочка будет пускай мне является какой-то моделью, моделями каких-то данных. Неважно, какие. Давайте добавлю сюда два класса. Просто ради примера добавлю сюда два класса. Один пускай будет у нас с вами юзер, другой пускай будет аккаунт. Итак, первый класс это юзер, который пускай здесь имеет какие-то общие проб. Будем считать, что это как с базой данных работает. И чтобы это, более-менее, реально выглядело, стринг паспорт. Вот так, готово. Первый класс есть. Второй класс модели будет у нас с вами... Ой, это я юзер назвал, да? Ну, да ладно, пускай будет юзер инфа. Они не важны. Так, значит, этот юзер инфа также будет иметь проб. Принт. Пойди. Стринг. Стринг. Вот так. Ну и хватит этого. Вот у нас есть два класса. Теперь я хочу написать какой-то метод, точнее, ну, создать еще класс, который будет уметь работать с этим только с этими двумя классами. Я так и назову, как, давайте назовем его сервис. Как мне это описать, что он должен уметь работать только с этими двумя классами? Причем он, да, для обоих этих классов должен будет исполнять какие-то одинаковые вещи. Ну, например, он сможет туда что-то добавлять и что-то оттуда забирать. О, не, не так, простите. Простите, простите. Не туда, не туда полез. Извиняйте. Так, далее туда. Знаете, смотрите, есть два класса. Сейчас я создам еще здесь одну папочку. Назову ее как раз сервисов. Сервисов. Вот так. В этой папочке у меня будут находиться какие-то сервисы. Ну, то есть, какие-нибудь речи, которые будут работать с этими моделями данных. Ну, например, что они у меня будут иметь делать. Ну, пускай они у меня там. Им не важно, что именно они будут делать. То есть, мне нужно каким-то образом там обращаться к этим данным. Измайлов. Какой вариант. То есть, уметь сервисовать, здесь сервисовать. Хотя бы это сделать. Сделать, да? То есть, типа, сохранить и импортировать. То есть, экспорт и импортировать. Значит, я создам еще одну папку. Потом я перейду в сервисов. И пускай эта папка называется как... Как же ее называть? Давайте назовем это типа... Data. Access. Да? Доступ к данным. И в этой папке мы создадим с вами, во-первых, интерфейс, который будет уметь что-то там делать. Интерфейс. Значит, какой это будет интерфейс? Ну, давайте назовем его Ion. ExpertExport, да? Ну, давайте сокращаем. Вот так. Или давайте... Нет, давайте. Понятно. Трансфер. Вот так называем. I-Transfer. Значит, что в этом интерфейсе будет? Использование только лишь двух методов, да? Которые должны будут что-то импортировать и что-то экспортировать. Паблик. Значит, если мы используем с вами метод импорта, мы должны вернуть экземпляр какого-то класса. Если мы используем метод экспорта, мы должны принять экземпляр какого-то класса. Ну, для того, чтобы экспортировать что-то, нам нужен какой-то класс. Но мы не знаем, какой именно класс нам нужен. И вернуть нам тоже мы не знаем, какой класс нужен. Верно? То есть, я не понимаю, какой здесь должен быть класс. Чтобы мне правильно это сделать, я могу сюда указать вот класс T. Видите? Класс T. Здесь я говорю, что я буду принимать этот T, да? То есть, эту какую-то модель или это какой-то объект. Я говорю вот так лучше. Здесь я буду возвращать этот T. Вот таким образом. Но я не хочу, чтобы вот этот T у меня принадлежал любому типу данных. Я хочу, чтобы он принадлежал только тем типам данных, которые у меня есть в модели. Как мне привязаться к каждой, то есть, к вот этим двум классам? Я не могу просто так их указать. Вот это слово VR говорит о том, что мне нужно будет использовать интерфейс для этих целей. Значит, мне придется переделать модель. Добавить сюда интерфейс. И пускай этот интерфейс будет iModel. Он может себе ничего не содержать. Пустой интерфейс. Чисто номинальный и все. И в юзере я говорю, что я беру от iModule что-то там использую. В юзеринфо то же самое. От iModule что-то использую. И теперь в iTransfer я вот здесь могу указать ограничение. где t является ничем иным, как реализацией iModule. То есть, уже любой другой тип данных я не смогу применить. Это как, знаете, как дополнительная фильтрация. Теперь в DataAccess я создаю класс, который будет работать, у меня делать сериализацию, где сериализацию в JSON. И я его называю как JSON Transfer. И этот класс будет наследоваться, будет реализовывать интерфейс iTransfer. Но мы должны указать, какой тип данных будет. А мы же не знаем, какой тип данных. Поэтому мы здесь так же пишем теперь t. Потому что, ой, не джейкон. Сейчас я переименовываю. Присун. Присун. Что, не переименовался, что ли? Переименовался. Прикольно. И вот этот t, тут я тоже должен указать. Но он, опять же, должен быть прописан с условием, к чему относится этот t. К нашему i. И вот теперь он мне говорит, что мне нужно использовать два метода. Импорт и экспорт. Смотрите, видите? И здесь я буду использовать что? JSON Serializer. Serialize. Мне нужно будет во что-то сериализовать. Вот этот самый opt. Ну, понятно, что здесь мне нужно будет указать тип. Вот так можно это прописать. Это я в какую-то переменную запихну. JSON равняется. Вот таким образом. Все нормально. В принципе, этот тип-т можно здесь не писать. Он сам поймет. По тому, что сюда передастся. Ну, а дальше я буду использовать файл точек в write all text. Запихаю сюда JSON. И должен буду указать... А, сначала путь, простите. В какой файлик я это запихаю. Давайте назовем его... Давайте, наверное, знаете, как сделаем. Можно применить одну интересную штуку будет, чтобы ими было необычно на знак доллара. Я пишу вот так, opt. В какой-то фигурных скобочках вот так пишу, opt. Точек. YetType. String. А можно просто YetType name. Можно вот full name. Можно, по-моему, здесь короткий name. Я не помню, есть здесь короткий name. Нет. Ну, давайте возьмем вот full name. Что-то ему не нравится, да? А, это string, по-моему, да нет, все нормально. Точек. JSON. Вот так. Что-то мне нравится. Split string. Мне вообще не то. Ну-ка, если я сделаю через 100 string. Нормально будет. Так. Вот отчего ему было. Несладко. Простите, да? Тогда вот так. Нормально. Все. То есть мы будем брать название типа, передаваемое сюда, и добавлять к нему слово JSON. И будем в этот файлик сериализовывать значение, которое у нас там содержится. Вот здесь будет делаться с точностью, ну, практически до наоборот. Мы должны будем прочитать с вами JSON. Я буду использовать этот файл, точек, read all text. Откуда? Вот это же название я беру и сюда записываю. Вот так. Ага, он не знает теперь вот этот вот options. Стоит ли что-то делать с этим или не стоит? Ну и как можем здесь поступить? Можем создать приватную переменную, стринговую. Назвать ее как путь. А инициализируется эта переменная будет у нас с вами в экспорте, да? Ну, по идее, вот здесь в импорте тоже. Хотя, наверное, все-таки придется использовать конструктор, чтобы он правильно указывал нам тип данных. Давайте, да, будет конструктор. Сейчас, string, pass. Ладно, тогда здесь не буду вот эту вот фигнюшку использовать. Хотя, интересно было о задумках, как мне кажется. Здесь, соответственно, мы будем брать из этого же пути значения. Считали файлик, да? И теперь мы return. Провернем JSON Serializer. Здесь, Realize. Здесь, Realize, вти из вот этого Джейсона. Вот так. И, собственно говоря, вот мы прописали с вами метод, да? Джейсон Трансфер. Потом у нас тут может быть XML Трансфер или еще что-то. Нам не важно. Я перехожу дальше, смотрю, что есть. Теперь нам нужно создать некий сервис, который будет работать с этими нашими данными, с юзером и с юзером. Потому что мы не знаем, какой именно тип здесь будет. И давайте создадим сюда, добавим некий класс, который тоже будет каким-то образом работать с этими сервисами нашими. Ну и давайте назовем его как Трансфер сервис. И он тоже будет у нас использовать эту некую типизацию. Но мы будем внутри создавать приватную переменную типа I-Трансфер, который передаем этот же самый тип Ти. Так. Ну у нас тут, видите, появляется ограничение. Здесь у нас Ти не ограничен ничем. А вот здесь Ти пограничен интерфейсом. То есть произошло ограничение. Constraint to type параметр. Значит, мы здесь тоже должны указать, где Ти является I-Трансфера. Теперь создаю здесь конструктор, который может принимать любой экземпляр класса, который наследуется от I-Трансфера. Ну и тут у меня будут, собственно говоря, эти же самые методы, что вот здесь прописаны. Ну тут он JSON-Трансфер, экспорт и импорт. Только я их буду каким образом использовать. Если вы видите, паблик, void, экспорт. Принимаете. И здесь я беру наш трансфер, точка экспорт, запихиваю туда наш вот этот вот объект. Готово. Экспорт будет делать то же самое. Паблик возвращает нам к власти. Точнее импорт, простите, импорт. Ничего не принимает. А нам не нужно здесь ничего принимать из трансфера. Вызываем метод импорт. Все, готово. Все какие там есть внутренности какие-то важные, мы вот здесь будем применять. Вот у нас получился сервис. Причем, глядите, за счет того, что я не использую отдельно под юзер-сервис, я не пишу юзер-сервис, я не пишу юзер-инфо-сервис. Я использую типизированный или обобщенный класс, который может принимать экземпляры строго определенных классов. Причем, почему строго определенных? Тех, которые наследуют интерфейс iModel. Причем iModel вообще пустой интерфейс. И в программе, теперь, чтобы мне как-то поработать с данными, что я могу сделать? Создаем экземпляр нашего сервиса. Как я там его назвал? Сервис-трансфер или трансфер-сервис? Нет его, да? Трансфер-сервис. Я должен указать, какой тип данных сюда передать. Причем, любой я не могу передать. Стринг нельзя. Можно передать сюда только либо юзер, либо юзер-инфо. Давайте передам юзер. О, передавать юзер можно. А сюда я должен, например, указать new, json-трансфер, тот же самый юзер. Видите, одинаковые типы должны быть. Далее, а здесь я обязан указать путь к файлику, как он будет называться. Пожалуйста, будет написать юзер. Вот так. И теперь я могу... У меня в json-трансфере, понятное дело, что юзер не создавался. Мне нужно создать сейчас юзер. Даже можно, кстати, не создавать, а вот так вот. Сервис. Точка. Экспорт. В экспорт я должен передать экземпляр юзера. Пожалуйста. Ю. Юзер. И все. Ну, пустой неинтересно использовать, поэтому я его сразу проинициализирую. Майдишник, например. Почему там, пускай, равен. Ну, логин. Пускай там будет равен логину. И паспорт. Пускай будет равен паспорту. Вот таким образом я сразу сделаю экспорт вот этого юзера. Причем мне не важно, куда именно он будет попадать. То есть вот этот сервис привязан у меня к определенному юзеру, да, или юзер инфа, но не зависит от того, что именно я с ним буду делать. Это будет зависит от того, какой я туда класс передам. Внедрение зависимости. И к тому же еще использование типизации. До этого мы с вами делали внедрение зависимостей, но без типизации. У нас использовались. То есть мы писали тут тогда не трансфер сервис, да, а юзер трансфер сервис. Или там юзер джейсон трансфер. А теперь они пишутся вот таким образом. То есть мы создали более-менее универсальные вещи. Они будут принимать строго определенные типы данных. Другие уже не смогут. И будут с ними там что-то делать. А эти типы данных, если надо будет расширить, мы создадим еще за наследованием всякой модели. И как-то дальше сможем применять. Причем, смотрите, вот сейчас я это прописал, да. Я хочу расширить. Как я могу расширить? Мне нужно будет добавить только одну папочку моду, только один класс. Давайте назовем, например, бог. Чисто, как ради интереса бог. Реализует интерфейс IMO. Здесь пускай будет какой-нибудь один проб. Стринг. Тайтл. Вот так. И все. Смотрите, что буду дальше делать. В программе, чтобы теперь мне работать с буком, я создаю новый какой-то сервис. Трансфер сервис. Трансфер сервис. Указываю. Бук. Дальше. Например, я захочу его в джейсон запихивать. Да. Нио джейсон трансфер бук. Указываю здесь бук точек джейсон. И вызываю сервис сервис точек экспорт. Нио джейсон. Делаю инициализацию. Тайтл. Все. Добавление данных сводится к созданию только всего-навсего одного класса. Все остальное теперь происходит автоматически. Все-то я, кстати, быстро с этим справился. Давайте запустимся, посмотрим, так ли это работает, как я вам рассказываю. Завершился с кодом 0. Никакой ошибки нет. Теперь лезем в файл систем и смотрим. В bin. Бук джейсон. Юзер джейсон. Все. Мне не надо ничего выдумывать, задумывать и так далее. Вначале я потратил много времени. Я не спорю. Легко запутаться, потому что аж целых три папочки, куча каких-то интерфейсов и так далее. Но впоследствии процесс добавления вещей сокращается до безобразия. Теперь, если я захочу не в джейсонах сериализовывать, а во что-то еще, недостаточно будет прописать только один класс вот здесь, который будет делать сериализацию. Да, он может быть большим, потому что я не буду знать четкое содержание вот этих вот вещей. Да, ну, например, давайте так. Я захочу сейчас добавить сюда сериализацию в CSV. Значит, давайте так и напишу. ССВ трансфер. Во-первых, трансфер должен будет от Ай трансфер. Да, и сюда я должен буду указать типа. Ну, значит, здесь тоже должна быть какая-то эта самая типизация. Потому что типизирован или обобщен. Простите. Имплементируя эти два метода, но возникает вопрос, да, как производить экспорт, когда мы не знаем, что вот этот за типизация. Мы же не знаем заранее, что он из себя представляет, верно? Как нам делать эту трансформацию в CSV? Как получить список всех полей и так далее. Для этого нам придется использовать рефлексию. Смотрите, что мы будем здесь делать. Мы берем и получаем тип, с которым мы работаем. Это будет тип, точка, типов, 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 то есть получение типа данных. Смотрите, метод типов, вот этот, будет нам что-то возвращать. То есть переменная тип, local из never used. Нигде не используется. Она будет иметь тип тип. дальше что мы делаем с от мы можем в ней взять и обратиться к каким-то вещам например к трибутом модулям к ним space а к декларированному методу можем проверить является ли она то массивом классом и нам сколько тут всего есть давайте смотреть еще что тут есть из и из и из и до получить ее будет хорошо и пока нам не подходит вот на им и вот тут есть ед конструктор получить конструкторы получить все конструктор потом что тут еще в гетах есть смотрите и от филд это получить поля get интерфейс получить каким-то и вот есть ед метод получить список вот и ед метод с получить списками она на самом деле что нужно нет неправильно сказал нам нужно получить знаем что тут скорее всего будут свойства да нам нужно получить список свойств свет связано за это давайте смотреть event field метод с properties он получить список свойств get properties но внутрь можно там поместить никакие параметры ничего не будем помещать и мы должны будем по этим property да по этим свойствам пробежаться видите по пути инфу то есть это некий массив получиться выберем for each вот есть property инфа но мы тут по-любому должны будем что-то сформировать до чтобы у нас правильно записалась с ваш к с ваш к помнить это где записываются данные например через точку запятую поэтому тут эксперт делается да как мы это можем сделать мы можем мы же не знаем что именно там будет то есть будет ли это у нас с вами бук из 1 3 из 1 property состоять ли это будет юзер инфа состоящий из трех или юзер тоже состоящий из трех может даже не знаем как они называются нам по сути не нужно знать как называется нужно знать что в них лежит чтобы записать так как мы не знаем какой именно классно попадет то нам нужно делать вот эту самую рефлексию вот мы с вами рефлексируем получаем список свойств получили список свойств у нас есть теперь отдельное свойство информация об этом свойстве нам нужно куда-то что-то записать поэтому здесь я предлагаю создать некую переменную будет являться не ем лист стрингов и все будет стринговый список и тут что мне нужно сделать что можно этого property посмотреть у него есть can read can write yet метод сет метод модуны мы можем получить так как же нам получить содержимое да что там лежит как мы оттуда можем получить значение нам нужно значит получить это имя так и козье texas вот и этого или получить значение мы не знаем тип данных он будет объектом он неизвестным объектом будет значит нужно каким-то образом узнать какой еще там будет тип данных у этого свойства так значит нам нужно будет а зачем нам нужно нам просто вы мы получаем в или а ну чтобы правильно привести к типу да вот смотрите этого или пожалуйста внутрь опять же я никакие вещи сюда нибудь запить а внутрь он просит запихнуть какой-то объект так странно видите и этого или просит что-то внутрь и запихнуть давайте посмотрим что из себя этот едва ли вообще представляет сейчас я пущусь в ней же на русский переведусь и так возвращает значение свойства указанного объекта а вот он есть этого или вот она будет значит объект свойства которого будет возвращено значение свойства указанного объекта так ладно давайте смотреть как можно в примерах определяется класс планах с двумя свойствами name и distance в примере создается план от экземпляр объекта представляющий планет юпитер он передается методу ед про пирте вы с которой отображает сведения о свойствах и используют едва или нет для получения значения каждого свойства вот есть план куда вот у нас стринг и дабл все логично есть name да get return есть и stands все нормально возвращается есть вот статический метод ед про пирте валют который принимает у нас с вами объект какой-то и в этом объекте мы приняли этот самый объект с вами вот приняли учили его тип данных учили список про пирте до список свойств дальше фары чем проходимся потом проверяем если ед индекс параметр с равен нулю то мы выводим иначе мы выводим что-то другое значит смотрите вот у нас с вами про пирте тайп на им это получить имя про пирте а вот проб и едва или общ а этот общ является нашим же объектом который у нас уже был заранее то есть мы должны указать еще и правильно какой объект мы сюда хотим запихнуть что сюда запихивать как ни странно вот этот общ надо сюда запихнуть вот так что ему не нравится тип проверьте на на вы так далее ничего страшного но результат запишется какой переменную должен будет записаться результат и мы что будем делать мы будем брать вот этот пробс точек и в этот и добавляйте вот этот вот это время но он не может так запихнуть там здесь должен быть стринг мы тогда вызываем тут стринг вот так ну а после этого нам нужно будет в файл записать полученную строчку да как то ее разобрать и записать через точку запятой каждый элемент давайте попробуем как мы это сделаем нам нужно создать переменную применную стрима ридер и название файлика какое-то по идее здесь должен быть так же как в джейсоне указываться название файла путь к нему вот я сейчас вот эту штуку скопила отсюда и в наш свой трансфер запихну здесь соответственно будет свой свой вот так и готово и вот этот паз сюда записи данные не будут добавляться они будут перезаписываться например мы пишем файл а точнее так создаем новый фарыч который будет пробегаться по пропсам и каждый вот элемент что мы будем писать файл ковра эти никаких не врать лайнов ничего чего брать и нету файла я же выбрал стрим ридер чё за нафиг это ридер читальщик мне нужен записывальщик а я чёпнулся в райдер все а я этому чё-то не то я делаю чё-то я не то делаю в райд и в этот самый в райте я пишу вот что я буду пихать и вот этот самый проб куда строчку после этого ставить точку запятой и точка запятой и так у меня будет записываться вдоль до вдоль строчки вот эту вот запись ну все давайте проверим как это будет работать и будет ли вообще работать в программе теперь можно здесь писать не не у джейсон трансфер они и сви трансфер да и файлик пускай будет юзер не джейсон соответственно оси я своя вот так я свое и то же самое с бука можно сделать единственное боюсь что может не сработать моя заморочка с вот этими с вот эту вещь и особенно с едва или она сейчас проверим сработает или нет я запускаюсь либо exception либо нолик сейчас выскочит нолик то есть смотрите нам с вами для расширения тоже не надо ничего придумывать сверх естественного нам надо только правильно реализовать метод и все причем здесь я его реализую без использования сторонней библиотеки поэтому я вот так вот корячусь через рефлексию на самом деле есть сторонняя библиотека которая умеет работать с csv файлами и я также можно подключить как вот джейсоне до сделать сразу сериализацию все так же будет записано но здесь мы самостоятельно это профессор давайте посмотрим что там с этими файлами есть вот они есть букси сви действительно бук . запятой юзер csv но лет айдишник логин и пароль пожалуйста все работает и не надо придумывать как это все должно там выйти так далее всего-навсего добавляем просто какой-то класс который реализует какой-то интерфейс можно еще поиздеваться что джейсон трансфер что csv трансфер имеет общий вот приватный путь и вот такой вот конструктор не прям одинаковые чтобы их тоже не писать мы сейчас делаем вот что с вами здесь до тексасе создан абстрактный класс который будет у меня там файл трансфер не создался заново создаем сейчас мне лень писать поэтому создаю заново файл трансфер создался я сразу прописываю что класс абстракт что этот класс ничего здесь не указывал какой именно тип данных то что мне все равно какой он будет тип данных содержать мне важно что в нем будет про тектор защищенная виду он ли стринг переменная нас здесь будет про тектор защищенный конструктор файл сейчас вот так напишу трансфер абстракт который будет принимать стринговое значение путь который будет мне защищен моей протекто до защищенный ридон русской переменной присваивать переданное значение все а дальше я беру и говорю что csv трансфер наследуется помимо того что это интерфейс еще и от файл трансфер абстракт так и теперь мне создавать вот эту переменную не нужно вот этот конструктор мне не нужно писать меня будет здесь вот так писаться бэйс куда я передаю путь пас пас готова чего тебе не так не пойму это конструктор боди а ну да он же будет пустым вот так даже давайте вот так все то есть добавляю сюда еще и тело то же самое да единственный вот здесь путь теперь будет большой буквы писаться потому что наш протектор переменная с большой буквы и все и дальше как ни в чем не было джейсон трансфере то же самое дело что наследует файл трансфер абстракта это убирается здесь наследуем все вот это убираем и здесь соответственно большой буквы здесь путь тоже большой буквы все мы теперь еще и наследуемся от абстрактного класса мы не пишем каждый раз конструктор он у нас уже прописан вот он причем протектор позволяет нам вообще защититься от того чтобы мы не создали экземпляр этого класса и пожалуйста теперь мы смело с вами работаем что с цельсв что с джейсоном что если захотим сделаем xml q и будем реализовать или десерилизовать в xml то есть ничего сложного нету ну давайте покажу как мы можем еще и в xml теперь все записать все туда в датексас добавляем еще один класс хоть назовем его xml трансфер что он у нас этот xml трансфер делать он же работает с файлом значит мы наследуемся от файл трансфер абстракт так как и применяем сюда вот он видеть сразу создал нам конструктор потом наш xml трансфер будет принимать какой-то тип данных те и будет наследоваться от интерфейса ай трансфер того же те только мы должны будем указать и где этот те будет принадлежать а ему и теперь мы должны будем еще сюда имплементировать два импорт и экспорт вот пожалуйста они у нас есть я не помню как именно в xml можно сделать сериализацию сейчас посмотрю давайте вот возьмем пример какой-нибудь есть xml-сериал xml-сериал айзер куда можно передавать тип данных так что те мне кажется я видел что-то другое давайте этот вариант и возьмем с вами да то есть вот нам нужно создать экземпляр класс xml-сериал айзер сейчас создадим который принимает типов вот видите какой-то тип данных и как происходит сериаль реализация мы берем пишем не куся ой боже мой все уже все уже вот вызываем сериал айз не все и передаем а что сериализуем что именно хотим засериализовать давайте проверим будет так работать нет пока не знаю значит внутри экспорта здесь сейчас делать и так тут он нам предлагает смотрите создать xml-сериал айзер не знаю насколько будет правильным его сделать общем приватным этот что напишем здесь значит private xml-сериал айзер проходит перемен давайте вот так в конструкторе ее нужно будет проинициализировать то есть наш конструктор вот здесь сейчас усложниться xml-сериал айзер внутри которой мы должны указать так да и здесь я пишу смотрите айпу и сюда передаю тишку вот так в экспорте что мы делаем мы берем некую переменную свою внутреннюю теперь она мне будет просто называться xml внешне наш общепременный xml-сериал айзер . сериал айз и сюда передаем наш общ на наш объект ну вот так ну чё-то не хватает но когда декабря ну что этот метод делает сейчас я сотруд у меня так ага он просит стрим сразу указать и объект то есть нужно обязательно ему стрим какой-то хорошо давайте создадим стрим долго что создать стрим потом стрим сюда нужно указать соответственно получается путь к файлу да иначе это будет наш большущий переменная пас дальше нужно будет указать файл мод я выберу open or create да открыть или создать ну и все сюда мы указываем файл и указываем какие данные я хочу засерилизовать это лучше учета это а тогда значит вот так все проверили сериализацию в xml вся сложность в том чтобы это правильно прописать как происходит мы вызываем опять же какие-то сторонние библиотеки которые в свою очередь вот как у нас в свешке умеет делать рефлексию ну и в программе можно теперь попробовать засерилизовать это все в xml как это меняется до всего-навсего меняем вот эту вот штуку см транс пишем здесь юзер см вот так бук да то же самое здесь пишем пробую запуститься и смотрю что получится с кодом 0 значит все верно прописали смотрим какие файлики получили у вот наш бук наша книга title бук все прекрасно записалась смотрим что там с юзером пожалуйста юзер есть айди есть вагин и есть пароль все засериализовать много действий мы делаем вроде нет то есть добавление теперь чего-то нового эта штука гораздо в разы проще чем то есть мы заранее с вами определили что у нас есть какой-то набор моделей до которые которые реализуют какой-то интерфейс ну хотя бы пустой для чего это нужно для того чтобы мы могли указывать четко что мы хотим работать только с теми классами с которыми мы хотим работать которые будут явно вот этому интерфейс принадлежать или его реализовывать вот они сделали дальше мы хотим использовать какой-то трансфер ваш не нам неважно во что то есть мы хотим сделать универсальность как создаем интерфейс айтрансфер который говорит что он будет обобщен типом тей который этот тип тей будет использоваться только точнее будет до применяться только если он будет наследоваться той модула хорошо и мы говорим что у нас будет два метода экспорт и импорт и первый принимает объект этого класса тип этого мета тип тей второй возвращает этот тип тей дальше мы начинаем реализовывать с вами какие-то вещи так как мы будем работать с файлом мы создаем с вами абстрактный класс где будет сокрыта приватная защищенная переменная read-only то есть один раз только определяется в конструкторе и скрытый конструктор создаем первый класс который у нас также будет обобщен и будет наследоваться от абстрактного класса и от интерфейса где обобщенный тип тей будет являться наследником i-module так как мы от файл трансфер абстракт наследуемся мы создаем очень простой конструктор который вызывает базовый конструктор из файл трансфер абстракт плюс мы наследуем защищенную переменную базу для экспорта мы используем стороннюю библиотеку json сериалайзер и записываем данные для импорта тоже стороннюю библиотеку все нормально для xml мы делаем то же самое также наследуемся создаем только единственное здесь свою приватную переменную xml сериалайзер и все кстати он предложит сделать ее и где надо нам экспортнуть то есть засериализоваться мы вызываем вот такую вот штуку все работает потом мы можем написать csv трансфер но мы не знаем какую использовать библиотеку хотим сами поработать и мы берем здесь используем рефлексию мы определяем тип переданного нам аргумента в данном случае это вот эту вот мы определяем тип потом мы берем у этого типа данных получаем список свойств потом мы проходим по каждому свойству по каждому свойству и получаем значение этого свойства но чтобы получить значение этого свойства мы сюда же записываем наш же объект для которого мы получили свойства какая то такая интересная штука и преобразуем значение этого свойства в ToString и записываем какой-то внутренний наш список. Потом открываем StreamWriter и фричом записываем данные через точку запятой. Все. Вся наша рефлексия и вся наша сериализация. В принципе, это можно было бы прописать в двух разных еще дополнительных методах или использовать специализированный класс для этих целей. Ну, не стал я этого делать. Хорошо. А дальше, когда мы это сделали, у нас есть еще один класс, называется TransferService, который инкапсулирует в себе, но не из-за того, что Private, а просто содержит в себе экземпляр iTransfer, опять же, с определенной типизацией или с определенным адаптиком. В конструкторе мы производим установку этого iTransfer и дальше мы просто через, как бы сказать, проксирование, посредничество вызываем необходимые методы экспорта и импорта. В зависимости от того, что за тип данных нам был перед. Все. И благодаря вот этому всему, вся наша программа в итоге сводится к нескольким простым вещам. Сейчас я открою пробу. Мы берем, создаем некий наш сервис от определенного типа, в котором мы указываем, что именно мы будем делать, в какой тип файл будем транслировать. И все. Дальше нам не важно, как это происходит. Дальше мы просто вызываем метод и он у нас работает. Захотели что-то добавить, новый тип данных, вот как с книгой, мы ее добавили. Ничего не переписывая. Взяли в модель, залезли, сказали, что бук наследуется от iModule, прописали его свойства и все работает без изменений, больших, да? Что значит больших изменений? Я не переделываю какие-то классы, я создал один класс и там, где мне надо, я просто указываю, что будет использоваться новый мой класс и все. Надо нам новый какой-то трансфер написать. Мы наследуемся от абстрактного, если нужно. И вот интерфейс. Прописываем, что нам нужно. И дальше мы просто указываем, что нужно использовать наш тип трансфера. И все. И мы здесь ничего не вызываем другое. Как вам? Ну, нормально. В принципе, нет, но это здорово, когда мы можем действительно какие-то экземпляры классов еще создавать. Допустим, те же фоны можно написать. Можно еще что-нибудь. И в принципе, только в программе мы меняем. И все. А если нам нужно создать еще что-то по трансферу, мы можем еще дополнить, просто дописать. И особо никаких больших видоизменений делать не придется. Ну да. И нужно будет там прописывать правильно. Ну, короче, очень много вещей, которые будут гораздо проще реализовываться. Ну да, тут уже быстро можно поменять. Все. Здорово. Спасибо. Не за что. Надеюсь, на пользу пойдет. Елизавета, мозги сломались немножко. Я понял, что да. Значит, смотрите. Дом можете еще раз вот это вот. Да, все смешалось. Я понял. Чтобы к этому дойти, к вот этому моменту, как использовать внедрение зависимости и вообще, как вот это все работает. На самом деле иногда проходит довольно большое время, потому что непонятно, зачем это вообще требуется. Я постараюсь еще на следующих занятиях этот момент как-то еще раз обсусорить, обмусолить, чтобы как-то до вас это потихонечку дошло. Надеюсь. Штука непростая и довольно сложная. Даже вот кроме шуток. Но если посмотрите предыдущее занятие, мы там использовали делегаты и использовали интерфейсы. И вот через сравнение делегатов интерфейсов мы сделали также внедрение зависимости. Интерфейс, когда внедряли, то получилось то же самое, что вот сегодня сделали. Только сегодня сделали более расширенно, да, более так вот. Хорошо. Давайте тогда поступим так. А у нас уже, да, в следующий занятий подходит под задачу изменационной работы. Я честно не помню. Ой, не туда лезу, не туда, не туда. Сейчас, одну секунду, я гляну. В расписании. Так. Да, у вас стоит системное программирование, но мне обещали, что нам там продлят занятия. Видимо, не продлили. Странно. Надо будет этот вопрос мне спросить. Это будет этот вопрос мне уточнить. Да, по расписанию действительно стоит сегодня последняя была Данет. Ну, ладно, я попробую этот момент уточнить. На всякий случай не забуду. Но если вы тоже спросите, ничего плохого. У нас там с вами сколько? Четыре, да, занятия? Ну, Олег точно помнит. Четыре или пять занятий нам нужно будет с вами отверстили. Должны, по идее, продлить как-то курсы. Вот. Смотрите. На следующий. Ну, тогда будет видно по обстоятельствам. Хорошо? Вот что и как мы будем делать. По поводу экзаменационных работ. Ну, да, желательно, конечно, на следующем или это какое-то время. Вы показали или скинули ссылку, где они у вас находятся. Чтобы я хотя бы смотрел и что-то вам по этому поводу сказал. Можете любое делать. В данной ситуации, в принципе, наверное, непринципиально будет. Вон, и чтобы оно работало с базой данных. Так. Еще ко мне какие-нибудь вопросы есть у вас? На сегодня нет. Можно идти? Да, можете идти. Елизавета, какие вопросы? Спасибо большое. До свидания. До свидания. Какие-то мошки вы еще не сдали. Я тоже не помню. Запутались. Ничего страшного. Можно распутаться. Можно распутаться. Давайте так. Экзаменационная работа сможете сделать, если отодвинуть в сторону домашней работы. Или вам нужно сначала сделать домашней работы, а потом приступать к экзаменационной. Ну, отлично. Тогда делаем так. Отлично. Тогда спокойно. Как у вас со временем будет? Что заняты? Заняты. Вот. Потихоньку начинаете делать экзаменационную работу. В принципе, она и есть как раз показатель всех тех домашних, как вы сделали. Как вы поняли предыдущую тему. Этого будет достаточно мне. Не работают. Ну, надо посмотреть, в чем именно они работают. Какие-то мальчики выходят. У них посмотреть, разобрать надо. Сможете мне так же написать. Я понял, что в WhatsApp или в Телеграме, чтобы мы с вами договорились в какой день. Я вам скину свое расписание. Вы посмотрите и скажете, когда можно будет у вас поставить. Ну, и вроде у меня пока больше нету все какие-то были срочные дела. Такие необычные проблемы с моими некоторыми проблемами. Вроде как все пока разрешились, через некоторое время еще появятся, но пока вроде здесь свободны. Я имею в виду, не надо срочно никуда уезжать, ничего. Вот. Ну, тогда пишите. Я вам скину расписание на эту неделю. Вы посмотрите и скажите, в какое время, в какой день вам будет удобно. Хорошо. Тогда до следующей встречи. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...